МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что чемпионат континентальной кокинной лиги завис на грани. Еще немного его могут остановить, поскольку буквально точечно, вернее, уже не точечно, а массово лавиной отменяются матчи. Одна команда заболела ковидом, вторая заболела ковидом, третья отравилась, это московский «Спартак». День, два, три, в самом деле, это дело могут остановить, я так думаю. Количество команд, которые уходят на карантин успешно, уже приближается к десятку, потому что вот и торпеда, и матчи отменили, и магнитки перенесли. Всего 200 человек уже болеет, 200 хоккеистов, дорогие друзья. Вопросов очень много, лично у меня смущает, что одним командам в таких случаях, как, например, «Салават» у «Технариза» считывают, другим командам, оказывается, все нормально. Оказывается, можно не соблюдать регламент КХЛ по поводу того, что команды могут играть во время объявления чрезвычайного положения в стране. Вопросов масса, и, к счастью, у нас есть эксперт, которому мы можем задать эти вопросы. Прямо сейчас мы подключаем к нашему разговору двукратного обладателя звания лучший журналист континентальной кокейной лиги, нашего большого друга и коллегу Дмитрий Еракалов. Я приветствую вас. Друзья, привет. Всех с Новым годом и с новыми темами для обсуждения. Они какие-то слишком горячие, я говоря, вообще без раскачек. Добрый вечер, Дмитрий. Очень приятно видеть вас вновь в нашей программе. С чего начнем? Я думаю, начнем с... Я хочу сразу с вами поспорить. Давай. Без разбега. Вы говорили о том, что одним командам дают технари, другим не дают технари. И вот самое ошибочное, на мой взгляд, мнение, что сейчас нужно лиге проявлять вот эту последовательность. То есть, если Салават когда-то наказали технарем, что сейчас надо всем раздавать. И если бы лига так поступила, то у нас действительно чемпионат можно было заканчивать. Потому что в какой-то момент встретились бы команды, где оба состава заболевших, и кому давать технарь. Так что здесь лига, да, ошиблась, дав тогда Салават, техническое поражение. Но нужно иногда отступать от своих принципов и быть гибкими, и как-то действовать уже по ситуации. И то, что сейчас игры не отменяют, но не дают технаре, и ищут окна для переноса, для переигровок, это, я считаю, правильно. Дима, а как ты думаешь, где эти окна могут быть найдены? И ты же знаешь, что в любом случае до 1 мая чемпионат должен быть сыгран, подписаны контракты, это большие деньги. То есть, где мы найдем вот эти дырочки, где будут играть команды? Да, по поводу того, что передвинуть плей-офф, это нереальная история. В 2020 году, когда мы узнали о коронавирусе, ГХЛ пыталась провернуть вот эту юридическую аферу, чтобы пролить контракт с 30 апреля на более поздний срок, это не работает. Плюс еще чемпионат мира, сборная, ее интересы, это всегда болезненная тема. Не можем мы отщипиться от ФХР. И на самом деле сейчас самый реальный вариант, это играть во время олимпийской паузы. Потому что одно время говорили источники вроде бы надежные, что запрещает и ХФ, Международная Федерация, играть во время олимпиады. То есть, есть пауза официальная для всех, ну кроме НХЛ выбранная. На самом деле нет. На самом деле эти паузы выбирает местная федерация, и ФХР с КХЛ уже договорились, что можно будет играть в эту паузу, понятно, без сборников, понятно, в усеченных составах. Но эти усеченные составы все равно будут не такими бедными на имена, если бы играли бы сейчас фармклубами или молодежками. Хуже всего будет Йокеретто, Рижском Динамо. И я вообще не понимаю, что будет с Кунгунем, потому что они уезжают на олимпиаду. Другой команды у нас для вас нет. До заявки закончены. И вообще, насколько я знаю, Кунгунь вчера, на днях, когда было совещание, просила отменить все их матчи до паузы, потому что они говорят, мы шесть лет к этому готовились. Сейчас мы от кого-то заразимся, у нас все, у нас катастрофа, у нас все рухнет. Так что вот сложнее всего будет иностранным командам. А мы, я лично с удовольствием посмотрю на ближайший резерв, и пусть там уедется у Уфы, финская тройка, у ЦСКА, сборники сборной России. Найдутся другие игроки. С учетом того, что ФХР и КХЛ уже согласовали возможность проведения матчей в олимпийскую паузу, будут же игры, которые, возможно, в эту олимпийскую паузу не будут сыграны. Вот условно, если взять так, автомобилисты торпеда, которые сейчас за пределами кубковой восьмерки находятся, и условно, если возьмем их матч очный, они же, по идее, могут и в марте, допустим, сыграть. Все команды играют уже в плей-офф, а эти команды, как команды, не попавшие в плей-офф, могут сыграть еще где-нибудь в марте, порадовать своих болельщиков. То есть такой вариант тоже возможен, наверное. Автомобилисты, между прочим, ульма матчей в запасе, и по потерянным очкам они отстают от Бориса на два балла. Это, по сути, ерунда. Да, эти матчи еще надо выиграть. Ну вот, кстати, единственный выступающий на совещании клубов, кто говорил о том, что нужно остановить чемпионат прямо сейчас на отметке, например, 45-47 игр, и начать клубов вовремя. Это был Игорь Ясмантович. Это был, да, президент ЦСКА Игорь Ясмантович. И вот кто этим был точно возмущен, так это Олег Гросс из «Автомобилистов», потому что им-то как раз не выгодно сейчас ничего останавливать, им нужно доигрывать, им нужно сначала выздороветь, да, а потом уже доиграть. Дима, я прекрасно понимаю, почему ты улыбаешься из-под своей прекрасной бороды. Там вам в Новосибирске, конечно, это как мед на душу. Олимпийская пауза. У вас никто не едет ни в какие сборные, по-моему. Я прав? Ну, подожди, подожди. Основной вратарь Харри Саторе. Наверное, самый горячий вратарь сейчас КХЛ. Он один. Кто еще? Кто еще? Ну, там составов еще нет. Может быть Шор, может быть Юки Пака. Ну, пара легионеров может поехать. А теперь мы берем Омск. Два ведущих защитника. Касский и Пока. Толчинский. Может быть Грицук. Я думаю, Прохоркин. Грубец. Найт отказался уже. Его нет в списках. Получается, что у Сибири, получается, будет более такая легкая дорога. А мы-то с вами боремся. У нас пятое место, у вас шестое. Турнирная задача не выполнила Авангард. Мне кажется, все равно, с какой позиции выходить. С пятого, с четвертого места. Мне даже без разницы. Сейчас уже командам из первой шестерки, пятерки нужно расслабиться, наигрывать резервы, готовиться функционально уже лучше. А по поводу того, что Сибирь в шоколаде. Ну, знаете, вот вспоминаю сезон позапрошлого года, когда Сибирь вышел во второй раунд и остановили чемпионат. И неизвестно, куда бы дошла команда Заварухина. Так что сейчас такие не очень приятные ассоциации в Новосибирске, потому что вроде на ходу, вроде на взлете. И сейчас ковидный локдаун, который маячит, он может все это оборвать на взлете. Не хотелось бы. Не хотелось бы. Вообще, вот как сейчас в Новосибирске относятся к этому взлету Сибири? И в том, что вы можете обогнать Авангард? Ну, да. На самом деле, в Новосибирске все-таки кто-то, может быть, уже задумывается о каких-то там воздушных замках, выход в финал конференции, второй раунд. Я бы пока этого не стал думать. И все-таки больше всего, мне кажется, болельщиков оглядываются скорее на нефтехимник, на Борис, на Амур даже где-то, до недавнего времени, пока всем не сыграли, все-таки вот привыкли к тому, что борьба за восьмое место, борьба за то, что на девятом месте не оказаться. И поэтому все-таки, наверное, чуть-чуть так приземленно рассуждают в Новосибирске. Я считаю это правильно, потому что из этого состава, ну, практически максимум выжимает Мартимьянов. Есть претензии там по вообще игнору молодежи, но это отдельная тема для разговора. Это не о турнирах, наверное, задачи. В смену темы тоже я бы хотел задать вопрос. Дима, очень большой накал страстей, споров вокруг персоны Романа Рутенберга, его назначения на пост главного тренера СК. Очень многие недоумевают по поводу того, как, если он главный тренер СК, почему же он входит в совет директоров КХЛ, это ли не конфликт интересов? Как бы ты это прокомментировал? Нет, я вот про конфликт интересов не очень понимаю, потому что, ну, в совет директоров входят там руководители. Да, когда он руководитель СК, это не конфликт интересов, а когда главный тренер конфликт, то есть, ну, у него, как у генерального директора СК, куда больше полномочий, куда больше власти, чем у главного тренера. То есть, что он может сделать главным тренером? Подтушить судью и это надавить своим авторитетом? Ну, это он делал последние полтора года, когда был на лавке СК в виде кого угодно, там, главы штаба, помощника. То есть, по сути, он все эти полтора года был теневым главным тренером. Все понимали, что Брагин, Брагин, вот тот вроде как былинный, великий тренер молодежки, он стал манекеном, по сути. Иртенберг им вот так вот сзади руководил. Сейчас он, грубо говоря, легализовался. Для людей, не столь погруженных в хоккей, это, наверное, шок. Потому что сын миллиардера себя сам сделал главным тренером. Ну, да, это, конечно, нонсенс. Но понимали, что он и был им. Просто сейчас решил выйти из тени. Тайное стало явным. Да, да, да. С одной стороны, можно сказать, что диплом Омской в ВШТ его совсем уж заставил себя поверить. С другой стороны, мне кажется, это еще политический момент. Потому что сейчас борьба идет за власть в российском хоккее. Брагин, можно сказать, даже проигрывает. И, становясь еще и тренером, он все ставит на здоровье и идет в банк. И если он как тренер, например, провалится, то для его акции это будет очень плохо. А если он вдруг что-то выиграет, ну, вот это тогда будет интересно. Я считаю, будет даже где-то девальвация тренерской профессии в России. Дим, большое спасибо за участие в программе. Я хочу тебе в завершение пожелать, что это маловероятный сценарий, но мне его очень хочется. Встреча авангарда и Сибирь в первом раунде. Давай, мы залетаем на четвертое место, вы на пятое и рубимся. Да лучше бы мы встретились в финале Востока. Я и против второго раунда буду не против, друзья. Спасибо. Дмитрий Еркалов, в эфире программа «Большая тройка». Мы продолжаем. Да, после манекенов, от манекенов и бревен в хоккей, я предлагаю перейти к живым людям, которые выходили на старт рождественского полумарафона. И, возможно, в не совсем сибирских условиях, в оттепель по скользким дорожкам омским пробежали дистанцию. А вместе с ними и Петр Смольников преодолел практически всю полумарафонскую дистанцию. И какие же у него впечатления остались об этом забеге? Рождественский полумарафон уже давно носит неформальное звание самого холодного забега в мире. В этом году погода благоволила атлетам, но традиционную разминку никто не отменял. Это помогает привести тело в тонус и минимизировать риски получения травм. И детям есть на что посмотреть, ведь полумарафон – это не только спортивное соревнование, но и самый настоящий маскарад. Конечно же, не обошлось и без главного символа Нового года. Рождественский полумарафон для меня всегда радость, всегда знелюбивость, потому что все участники поддерживают, подбадривают. Особенно, когда ты бежишь в костюме, это вообще добавляет радости. И все кричат «Тигр, давай!». В общем, я получила очень много эмоций, довольна очень. «Тигр, давай, что все наобучили, так что все кричат, то есть «А, единорог, единорог, вперед!». Ну, это радость, это здорово, образ жизни. И себе радость, и другим радость. На зов организаторов «Покорить Сибирь» собрались около тысячи бегунов, и масштабы события поражают. Представлены 26 регионов России, присоединились и гости из жарких стран. Это первый раз я бегаю, марафон, первый раз я участвую в марафон. Для меня зима, мне трудно, потому что осушение было, но бегаю, трудно дышать. Как с этим управляться? Ну, потерпеть. У нас в танковой, но у нас такая тренировка. Утром бегаю, физическая подготовка. Но за это мы уже привыкли. В непривычном для себя формате со скандинавскими палочками преодолел 3 километра и министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянс. Это не случайно, потому что это, наверное, такая дисциплина, которая на сегодняшний день, такой уже вид спорта, скандинавская ходьба, которая на сегодняшний день тоже находится такой, на пике человеческой популярности. И поэтому одно из пожеланий президента – это вовлекать в спорт людей пожилого возраста. Я думаю, это самый простой, самый доступный вид. И действительно, трасса полумарафона объединила любителей бега всех возрастов. Бежали целыми семьями, трудовыми коллективами, были замечены и действующие спортсмены. Здравствуйте! Как впечатление? Чего не набегался на футболе? Да нет, нормально. Вишня группа, сопровождение какая. Не холодно? Вот эти вот три со мной бегут. Не холодно? Нормально? Нет, вообще нормально, классно. Трешечку бежишь? Нет, мы десятку. Десятку? Конечно, за медальку. Калории, калории сжигаем, да, за новогодние каникулы набранные? Конечно, да. Ну, Андрей, что так? Отлично все. Не холодно? Нет, вообще даже жарко. Что, в этом году трешечку или десятку? Трешечку, трешечку. А десятку когда? Ну, десятку после трешечки. Ну, ладно, удачно финишировать, будем вас ловить сейчас. А когда я тебя увижу уже? На марафоне? Ну, когда работать не поставят, тогда пробегу. Мы напишем ходатайство, чтобы тебя сейчас правильно бегать. Кажется, я нарвался. И вполне возможно, что главный старт этого года – сибирский международный марафон – я пробегу уже по новой трассе. Нет ничего застывшего, раз и навсегда данного. Мы думаем уже о том, как изменить трассу сибирского международного марафона, вернуться к системе проведения марафона в один большой круг по городу. Это, я думаю, что скоро станет возможно. Но вот о изменениях, которые ожидают сибирский марафон и его трассу, мы, конечно, расскажем попозднее, когда решения уже окончательно будут приняты. Впрочем, и трасса рождественского полумарафона «Четыре круга по историческому центру города» оставила положительные впечатления у Алексея Патракова. Представитель Пермского края впервые участвовал в серии «Забегов СИМ» и, что называется, пришел, увидел, победил. У меня вчера в гигане минус 30 было в Пермском крае, поэтому я приехал здесь удивился, что достаточно неплохая погода и снега поменьше, чем у нас. Трасса, в принципе, хорошая, беговая, пару мест местами, то есть ветер чуть поддувал. Так, в принципе, я думаю, можно, если готовиться более-менее получше, подводиться к старту, то побыстрее бежать нужно. Я вообще решил бежать после 24 декабря уже, ничего такого не делал к старту подводящего. Все-таки выходные не всегда удается далеко уехать, потому что все-таки на работу нужно еще ходить. Здесь был запас времени, чтобы на поезде доехать, где-нибудь отдохнуть перед стартом. Сейчас вот после старта уже нужно будет ехать обратно домой. В забеге среди женщин обошлось без интриг. Марина Ковалева финишировала первый и уже объявила о намерении пробежать и весенний полумарафон. Одна лишь новость об участии омечки в соревнованиях наводит страх на иногородних конкурентов. Сегодня у нас тепло было, несколько лет назад холодно, когда-то еще там снег, ветер. Это проверка прежде всего себя. А из-за моего участия бояться соревнований, я не знаю. Тогда это не спортсмены. Вам это приятно как-то льстить или абсолютно бежать? Ну, льстит, конечно, но... Но без разницы. Участники забега получили медали с новым оформлением. Награда имеет форму снежинки, на которой изображены главные достопримечательности города. Впереди у организаторов работа над весенним полумарафоном. А у любителей бега есть еще чуть более трех месяцев на подготовку к стартам. Вы продолжаете смотреть «Большую тройку» сейчас силовой отрезок нашей программы. Знаете, я не люблю все эти англоязычные обозначения. Бодибилдинг, бодифитнес, пауэрлифтинг. Есть же что-то родное, исконное русское. Ты, наверное, говоришь о гиревом спорте. И мало того, что это наш исконно русский вид спорта, я бы еще сказал, что это традиционно омский вид спорта. Потому что именно омские гиревики, которые год уже традиционно являются лидерами сборной России, чему доказательства, например, выступления наших ребят в ушедшем году. Я с удовольствием представляю вам гостей в студии. Это Сергей Рысник. Привет, Сергей. Сергей у нас победитель чемпионата Европы 2019 года, чемпионата мира 2020 года. И год ушедший недавно, 2021, провел ну просто на ура. Сначала бронза и серебро чемпионата Европы, потом серебро чемпионата мира. Ничего не напутал? Все правильно. А то, если что, меня бы сразу поправил Виктор Елисеев, президент Томской областной федерации гиревого спорта. Очень приятно видеть у вас в студии. Честно говоря, наше упущение. У нас такие классные в омской области гиревики. Программе два года, и они в первый раз у нас в студии. Стыдно, господа, мне за вас, но из-за себя тоже заодно неловко. Ну, хватит стыдиться, давай к делу. Давайте к делу. Я вот сказал такую фразу, и я готов под ней абсолютно подписаться, о том, что уже не первый год омские гиревики лидеры сборной России. Меняются поколения, уходят ветераны, перестал выступать за омск, например, Антона Настенко прославленной. Другие, новые приходят на их место. В чем секрет, в чем сила, брат, омских гиревиков? Почему из года в год в России мы лучшие из лучших? Да, хороший вопрос. Ну, сила наша все в том же, в традициях. Сибиряки всегда были сильны, да, не только в гиревом спорте. Но у нас традиции давным-давно поддерживаются. Не важно, кто у нас руководитель, не важно, кто у нас поднимает. Важно то, что мы помним тех ребят, тех людей, кто все начинал и продолжаем. Начатое дело. Правильно вы отметили, что у нас Сергей является обладателем многих-многих титулов. Да, также у нас Морозович Вячеслав. Тоже МСМК, кстати. Да, международник, да, да, да. А у нас еще Донских тоже МСМК. Александр Донских, мастер спорта международного класса. Неплохая девочка у нас на сегодняшний момент. Вяткина, вера, пока еще мастер спорта, но надеемся, что покажет. Ну и из молодежи у нас, я думаю, не сегодня, а завтра мы тоже новые имена услышим. Дело еще, наверное, в сильном тренерском цехе в Омской области. Все верно. У нас традиционно гиревики выходили всегда из села, в селе всегда сила нужна была, хозяйство, снег зимой. Ну, сегодня у нас и в городе отличная школа. Тот же Антон Анастенко, несмотря что он не выступает, он сегодня за Омск как спортсмен, но является старшим тренером сборной команды Омской области уже много лет. Вот он продолжает в институте физической культуры готовить ребят именно в состав сборной команды, да. Владимир Козленко тоже у нас человек много лет выступал в Зоомской области, но сегодня один из ведущих тренеров. Я думаю, за два вопроса подряд мы, Алексей Николаевич, на штрафной круг отправим. Конечно. Глаза-то на вас поднимать, как сгорают стыда. Сергей, такой вопрос вам. Вот перед началом программы нашей коллеги шутили, говорили, что мы с вами земляки, да, из Таврического района. Как пришли в спорт вообще, с чего начинали, в какую секту, может быть, не с гиревого спорта начинали? Да вообще всеми видами спорта занимался, что в спорта к яде школьников. Единственное, я только в баскетбол не играл. Все остальные виды спорта, даже шахматы и шашки, на соревнования ездил за школой и все. А почему в таком случае гиревой спорт чем зацепил? Да как-то получилось так. Съездил, занял место, потом на областные соревнования съездил, выиграл, потом на Сибирь, Дальний Восток, Россия и все. И пошло-поехало. Европа, мир и все. И до сих пор так же. Можно вопрос задать один? Вы сказали, что у вас великолепная девушка есть, которая занимается гирями. А что касается мышечной массы, то есть как вообще женщина, девушка с этими всеми квадратными мышцами? У нас нет таких девушек, у нас все стройные девушки. Как они есть, так они есть. Но в основном это мышцы, они в основном мешают. А, да. Я правильно понимаю, что есть мышцы длинные, так называемые, а есть короткие. То есть хорошие длинные мышцы развиваются, и у женщины, у девушки получается красивая, спортивная, но не гипертрофированная фигура. Да, да, да. Большие мышцы как быстро устают. Нам нужна выносливость. Хороший пример. Наша коллега Наталья Фаткина, она ведь тоже занимается силовыми видами спорта. А так и не скажешь? Вот. А, кстати, они с Сергеем для утреннего эфира делали сюжет, поэтому они как раз знакомы, и Наталья там упражнялась гирями. Ребята, вот эта фраза «так и не скажешь». Она буквально как будто про Сергея написала. Смотрите, ну брутал, настоящий, таким брутальным видом спорта занимается. С тяжеленными гирями, знаете, какое хобби? Изготовление мягких игрушек. Да вы что? Вот действительно так и не скажешь, казалось бы. Это было давно и неправда. Ну это было? Как так получается? То есть после железных вот этих гирьких железных хочется душу отвезти на чем-то маленьком и мягком? Ну после того времени я не занимался этим. Это как-то в детстве. Там на всякие игрушки ходил в начальной школе. Сейчас могу порисовать только. Ну а если вот нужно будет изготовить мягкую игрушку, вызов такой. Да, без проблем. Вот красавица. Честно говоря, еще до того, как лично познакомился с Сергеем, заранее уже почувствовал к нему человеческую симпатию, узнав, как легко человек в своих интервью апеллирует к различным цитатам и песням Владимира Высоцкого. Честно говоря, для современной молодежи это не очень типично. Ну мы-то знаем, что ты тело любимого коня, Владимир Высоцкий твой любимый исполнитель. Большинство современных, наверное, поклонников Высоцкого, это все-таки люди уже за 40. Как-то мне сложно представить людей, которым чуть-чуть за 20, они любят Высоцкого. Как так получилось? Кто тебя с Владимиром Семеновичем условно познакомил? Да, как-то услышал, да и понравилось. Ну и сейчас у нас есть в зале один товарищ, который прям копия Высоцкого, он в один-в-один почти исполняет его. Виктор, это кто же? Ну тоже ученик наш, скажем, он выступает, правда, за Ханты-Мансийск. Я так думаю, что спортивный цикл Высоцкого вам наиболее близок? У него про штангу есть песня, про гири, я, честно говоря, о нем не помню. Ну одно и то же практически. Не совсем разница большая, штанга это олимпийский вид спорта, а гири нет. Кстати, да. Пока. А нет, вот хорошее слово пока. А нет ли пока движения в сторону олимпийского признания? Есть. Мы сделали на сегодняшний момент огромный шаг вперед. На сегодняшний момент, скажем, на 12 января, да, у нас больше 60 стран уже культивируют вид спорта этот. На всех континентах, даже включая уже Африку. Австралия у нас тоже очень сильно развивает. Ну и сейчас мы входим в ТАФИСа, да, это организация, которая входит в состав международного олимпийского комитета. Вот у нас в этом году должна была быть, так скажем, должны быть смотрелины, но со всеми известными событиями, не знаем, состоится или не состоится в декабре. И как бы есть большой шанс, что нас включат в олимпийский вид, который пока не входит в программу олимпийских игр. Но это уже тоже большой шаг вперед. Виктор, в начале нашей беседы Алексей говорил о том, что омская земля гиревиками славится, да, и на смену одним поколениям приходят новые, они достигают определенных высот. В Омске на регулярной основе проходят различные спартакиады, трудящиеся, допустим, между заводами на стадионе «Сибирский нефтяник», в частности. Вот условно обычный работяга из какой-нибудь цеха 13-19 участвует в этой спартакиаде. Его могут, например, взять как человека, у которого потенциальные задатки для того, чтобы на профессиональном уровне, может быть, заниматься именно гиревым спортом? Да, спасибо за вопрос. Конечно, если откровенно говорить, что гиревой спорт, он чисто такой доступный вид спорта, уже не совсем верно. Почему? Потому что, чтобы быть профессиональным спортсменом, да, профессиональные спортсмены в гиревом спорте тоже существуют. Те, кто получает, стоят на контрактах, получают зарплату, ну, конечно, не те, какие там хоккеисты, футболисты, это у нас немножко другая, да, как говорится. Но тоже есть люди. Это пока. Будем надеяться. Да. Ну, мое личное мнение, что сильно не надо много денег, потому что портятся спортсмены. Я думаю про гиревиков. Я думаю, в основном, вы, например, на королевах спорта. Скорее, чем на межзаводских каких-то соревнованиях, да? Ну, нет. Тут и на межзаводских. Почему? Потому что мы участвуем во всех спартакиадах, которые существуют вообще во всех. Потому что, ну, кто-то хочет добиться там уровня кандидата в мастера спорта. Почему нет? Это тоже цель. Кто-то просто здоровье поправить. У нас различный уровень, скажем, подготовки, различные задачи ставятся. Ну, и, конечно, королева спорта – это такая наша олимпиада, которая впереди планеты всей. И вот оттуда мы черпаем таланты. Я, может быть, чуть-чуть опережаю события, но сейчас мы перед вами поставим такую задачу, с которой пока не сталкивались. По-моему, Чехову, да, принадлежит изречение, что если с самого начала спектакля на стене висит ружье, это неспроста. Оно обязательно рано или поздно выстрелит. То, что у нас весы стоят на столе, это тоже не просто так. Не сомневаемся, что вы и с завязанными глазами на вес отличите основные какие гири? У нас 16, 24, 32 килограмма, да? Да. А вот если с другими весами попробовать немножечко. Ребят, мы хотим между вами небольшой турнир провести. Будем вам сейчас давать предметы. Немного, всего по три штуки. Будете определять их весом, мы потом будем взвешивать на весах, и выясним, кто из вас чувствует вес лучше. У кого лучше получится, сразу предупреждая, повторять заказанный вес нельзя. То есть, если, например, Сергей Грид килограмм, вы хотя бы на 100 грамм должны сказать больше или меньше. Попробуем? Ну что, поехали? Давай, начнем с самого тяжелого. Ты как самый у нас физически развитый парень. Ох, самое тяжелое, пожалуй. А, ты решил не с самого тяжелого начать. Так, ну давайте, Сергей, на твоих. Прикинь, сколько? Сколько точно в граммах, как говорил, в одном? Ну, около 8. 8 килограммов, ты считаешь, да? Передавай Виктору. Или 6. Нет, подожди. Первое слово дороже второго. 8 будет 8. Первое слово дороже сердечка. Должно быть больше или меньше? Да хоть сколько. Ну, хотя бы, чтобы на 100 грамм отличалось. Ну, 8-100, допустим, или 7-900. Может, 2 килограмма. Давай не будем навязывать Виктору. Ну, наверное, 4-700. Ух ты, какой разброс-то, а? Интрига. И вот, контрольный завес. Внимание. Ба-ба-ба-бам. Вес взят. 4,75. Таким образом, вы оказались ближе к результату. И первое очко достается более опытному президенту областной федерации. Но это еще не все. Все открыто. 1-0. Дальше. Ребят, можно показать вот это? Пожалуйста, я прошу. Вот это самое настоящее произведение искусства. Его сделал мастер золотые руки Виталий Кокшенев. И про этого замечательного умского мастера. Про этого левшу буквально. И даже на 12-м канале был сюжет в программе Час новостей. Ну-ка, Сергей, на твой взгляд, сколько есть? Атакованный кроссовок. Тяжелый. Ну, он уже потяжелее. Пусть он будет 8. Пусть он будет 8. 8? 8 и мое любимое число. И никаких нет. 8, так 8. Виктор? Потяжелее. Наверное, будет 8,750. Ох ты, какая точность пошла у нас. Все-таки 8,740, а? 750. 2,273. Не угадали. Как так? А вот так. Ох, самая тяжелая вещь сегодня. Ну и вот решающая третья попытка у нас при счете 1-1. Но здесь нам даже не придется прибегать к помощи весов. Потому что здесь две гантели. Мы точно знаем, сколько они весят. Кстати, не факт, что они одинакового веса. Они могут быть разные по весу. Но, впрочем, решите сами. Путает, путает. Беру на себя ваши функции. Сколько? 16. 16 килограмм в общей сложности передаем Виктору. 12. 12. Итак, волнительный момент. На чьей стороне удача? На чьей стороне? Да тут, я думаю, дело не удача. В точном и тонком понимании веса. Ребята, здесь две абсолютно одинаковых гантели. Вес каждый из них. А где написано? А вот написано по 6 килограммов. Таким образом, 12 килограммов. И со счетом 2-1 опыт берет верх над молодостью. Но, Сергея, мы тоже поздравляем. Еще одна серебряная медаль. Уже третья в этом сезоне. Тренируйся. Ребят, спасибо огромное, что нашли время. Что пришли к нам в студию. К сожалению, время нашей передачи уже неумолимо. Я даже клонюсь к «Зениту». Она уже вплотную к нему подошла. Поэтому мы благодарим вас. Желаем вам успеха в вашем нелегком, во всех отношениях в виде спорта. Постарайтесь, ребят, без травм. Гири же тоже достаточно травматичный бывает в виде спорта. Надеемся не последний раз вас видеть в этой студии. И надеемся, что Сергей в следующий раз будет не таким, может быть, серьезным. И получит наконец-то удовольствие от общения с следующей большой тройки. Мне очень приятно с вами общаться. Спасибо огромное. Спасибо. Уважаемые телезрители, всем большое спасибо за внимание. И традиционно в спорте. На спорте. Услышимся и увидимся в следующую среду.